Амичи жалуются на настоящий потоп. Жители двухэтажки по улице Гоголя несколько недель пытаются справиться с лопнувшими трубами. Вода уже заполнила подвал. В квартирах холодно и влажно, многие жильцы уже заболели. И все это из-за того, что управляющая компания, по их мнению, не выполняет свою работу. Что грозит коммунальщикам и как будет ликвидирована авария, в ситуации разбиралась Елизавета Василевич. Мы живем на воде. У нас дошло до того, что сырость даже уже на потолке. Ничего мы не можем сделать. Окошко сгнило одно с ванной, другое окошко у нас сгнило. Полы ходят ходуном у нас. Вход в подпол еще недавно был прикрыт ковром. Его любовь Гусева выбросила. Здесь долго ничего не хранится. В комнате так сыро, что даже дышать спустя 10 минут пребывания становится трудно. Вся семья постоянно болеет. У старшей девочки у меня хронический бронхит. И медики приходят и говорят, разве можно, Любовь Васильевна, в таких условиях что-то надо предпринимать. Сын заболел туберкулезом. Врачи так и сказали. От сырости. От сырости. Влажность сильная. Проще лежать в больнице. Там хотя бы сухо. А делать ремонт в квартире бесполезно, говорит женщина. Обои сразу же отклеиваются. Из-за высокой влажности в комнатах стоит пронизывающий холод. По словам местных жителей, проблемы с трубами здесь появились 4 года назад. С тех пор подвал постоянно затоплен. Коммунальщики пытаются откачивать воду. Однако сети настолько старые, что вода появляется снова. Весной, говорят люди, вода поднимается настолько, что затапливает двери подъезда. Пенсионерам приходится выбираться из дома через окна на первом этаже. Жители дома винят управляющую компанию. По их мнению, коммунальщики не делают свою работу. Идет перепад температур. То есть то тепло, то холодно. Соответственно, идут параметры теплоносителя, ну отопление. То больше, то меньше. Соответственно, трубы все разрывают. Трубы все гнилые. Мы меняем участками. Ну то есть, понимаете, да, где-то порыв, мы вырезаем участок, вариваем новую трубу, ну и так далее, собственно. Поменять все мы не можем. Это очень большие деньги. Найти их коммунальщикам все-таки придется. Если в подвале не станет сухо уже в ближайшее время, управляющей компанией грозит серьезный штраф. Будут проведены мероприятия по проверке доводов. Если доводы подтвердятся, будет проведена проверка в полном объеме с установлением степени вины. Сотрудников управляющей компании, если вина будет установлена, то будет, управляющая компания будет привлечена к административной ответственности. Капитальный ремонт этого дома запланирован на 2017 год. В сумму заложены и кровля, и инженерные сети. Однако люди переживают, что собранных денег на качественный ремонт все равно не хватит. Елизавета Васильевич и Константин Демиденко. Новости здесь, Омск.